настоящие самолеты музей авиация в полном своем размере большие маленькие сейчас пойдем полазим вокруг них rolls-royce двигатель rolls-royce тренд 800 технические данные большой сколько проводков с этих кабелей как она работает вообще непонятно после боя машина отпулин с афганистана нам 2012 году в апреле был подбит чип от бичи сделан а в астантской войне участвовал короче подбитый экземпляр где-то ранение было тут я так понимаю на какой-то мини гранате на большой самолетик использовался 1848 49 воду хастинг снизу даже прозрачно это есть часть свете какие-то светофор какой-то у него тут лампочки красный зеленый желтый 4 двигатель колесико такое ух супер сангл а вот смотрите какой бомба бомбардер 9 9 1917 год о какой двигатель у него как торчит гляньте там сзади пулемет для второго наверно и спереди есть пулемет гляньте сейчас гляньте спереди есть один пулемет и сзади сзади крутящийся смотрите какой там с торпедами бомболез она что-то закрыт зал для мероприятия какого-то непонятный самолет он истребитель наверху один вот второй этот по новей же ракетки к этому же самолету маленькие были бомбочки по сравнению с сегодняшними тот уже наверху тоже серьезный бомболете и это уже точно серьезно не знаю кого года пройдем там написано дальше у него какой-то боинг размах крылья в нем какой можно про них послушать пассажирский это боинг какой-то комета 1958 года налетал через атлантику пассажирский комета 4 чемоданчики знаете какие раньше были на и то что сейчас двигатель машинки какие были раньше тоже маленькие для доставки чемодана сейчас все увеличилось в размерах в разы вертолеты разных видов от сложены немного пропеллеры сейчас там вовнутрь можно будет боем зайти этот зайдем открыли надо обойти почитать за вертолет вот это выхлопные трубы у него здорово я вам скажу так чапаем вовнутрь самолетика проход маленький надо проебаться что тут есть туалет гулянте ки здоровый не то что сейчас маленький это рассказана история про него маленький да не садится для маленьких чемодана гляньте сколько места чуть-чуть буквально смотрите сколько места было между ну по два кресла здесь должно было быть по два но стенды стоят здесь это бизнес класс ручная кладки какие маленькие чемоданчик сразу здесь три сиденья здесь два но по пять человек в ряду смотрите сколько места между ног не между ног господи а для ног столик обслуживания какой пять человек экипажа было два следили на чем-то тут навигации какой-то два управлял не видно на радист место конечно совсем мало здесь не встать не сесть обзорность вообще минимальная телефон чтобы выйти надо конкретно нагнуться вот мои глаза на уровне гляньте какой маленький выход кофе здесь есть concord знаменитый самолет вроде него сегодня пускают сейчас посмотрим дойдем до него не вижу от него крыло торчит дальше истребитель сколько у него тут ракет это я даже не знаю что это такое это вот серьезно ракетка у него висит это тоже нехило вот бомбочки по полтонны где-то наверное может чуть меньше большой истребитель я вам скажу двигатель его ракетки что надо я вам скажу на нем висят а это я вам не то торнадо еще девятьсот восьмидесятого года давайте заглянем пока там никого нет два пилота куча кнопок и место пилота сандра гляньте бомбочка сандра сколько бомб 9 паунда показаны бомбочки гляньте вот это сколько 50 килограмм то вот это вот вот это вторая это 113 килограмм вот этот малыш и это 227 получается да нет это 400 ну полтонны как я говорил это полтонны у тебя тоже он там по полтонны были этот малыш коробку с полтонны не долбанет есть такие маленькие ракетки тоже они приносят разрушения серьезные это что-то такое более уже интересное современное какое-то это бомболетище это все вот этот бомболетище сейчас мы найдем про него он большой просто на пол зала стоит я не знаю что это за у него размах кроватов еще вон какая-то у него ракета непонятная вешается сейчас найдем про него в описании это друзья этот самолет это вулкан 50-й 69-й год использовался в войну он большой просто огромных размеров гляньте он начинается вот и на пол зала стоит нет тут грузовых отсеков там бомбочка большая я так понимаю хранилась где-то у него здесь вот о тут серьезные серьезная была бомба просто лежала вот на этих и скидывалась открывали сети и она выпадала тоже какой-то старый истребитель военный какой-то самолет сейчас такие тут боеголовки гляньте как с камерами какими-то или радарами спереди ракеты серьезные такой поменьше так это что-то надо головой висит где-то описание не вижу надо с другой стороны зайти вон 60-й по 88-й год этот использовался старенький но ракеты у него какие-то сверхзвуковые а вот тоже был парашютный какой-то для парашютной команды тут они вот сидели грузовой 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 гляньте сколько здесь посылок возили раньше посылочки были маленькая хотя он был и пассажирский и пассажирский был и военных целях использовался и грузовых во всяких так кто сюда не пускает но немного видно тоже 4 человека здесь команда была обзорность у него ленте какая хорошая из дерева сделано по-моему эта часть где окна кожа рожа все дела были уже в те времена а вот друзья concord знаменитый самолет сейчас мы зайдем туда у которого нос кажется приспущенный до носа не дошел не знаю сейчас дойдем посмотрим его внутри гляньте гляньте в хвосте хвост да гильзы вылетают ага высыпаются сзади пулемет сверху пулемет спереди пулемет снизу пулемет где только нет это тоже серьезный бомболетик я вам скажу по полтонны он бомбочки лежат у него тут пулеметов на нем просто жесть 4 двигателя тут тоже пулеметы тут ну бомбочка одна она лежала нет две одна и вторая две лежала у тех наверно в 43 году использовался ланкастер с 43 года резина вообще широкое одно колесо бомба такая это все что его обслуживало этот самолет закрытие он во внутренней не пускают что-то вот этот конкордик не пойму где вход наверное с другой стороны тракторец гляньте какой что-то подвозил что-то дают станции какой-то что-то он делал ему пулемет он показан на крыше который стоит ну это серьезный такой аппарат пушка джип 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 какого года 56 но джип 56 года вот видите друзья конкорд у него носик заваленный но не особо видно не видно его носик видите чуть-чуть приспущены а это хорса рядом но он чуть разобраны не влез сюда полностью сейчас конкорд пойдем друзья внутри посмотрим это бомб бомбардировщик этот там и под конкордом сейчас мы туда с той стороны зайдем с другой тоже большой самолете вон куда аж носик у него идет шасси уже с размеры современного а то и больше сейчас конечно я даже не понял куда она у него прячется полностью а тут еще не открытая секция одна я думаю куда колеса прячется показано как он летал про него целый стенд есть описание сейчас зайдем с той стороны 1971 год 63 тысяч 700 фит поднимался он максимум 12 миль 12 миль что у него это сзади непонятное за касание было вот его миниатюрная версия чтобы вы понимали что это что у него это что у него есть что у него есть дети как опускался это взлет у него еще одно сверху друзья конкордик как его сфоткали показать то с ним так тут надо прогинаться там дальше в полный рост а внутренний такой большой сиденья непонятные какое-то оборудование уже подключили поставили сиденья да да были сиденья по-любому тоже были для этих для чемоданов какие-то провода здесь проходят вот пульт управления тут тоже серьезный тут кислорода кислорода сколько прибор для замера радиации да это спецсамолет дальше не пускают пилот записи разговоров внизу что-то есть скидывалась или эта штука опускалась как-то туда не знаю друзья это надо про ютубе про него смотреть чем больше рассказать ну большой он большой да да это это сразу с конкорда выходишь какой-то пассажирский какой-то пассажирский я я тут так что у нас тут во музей так тут тоже кучу кнопок тумблеров тут хоть прозрачно я я не особо знаю что вам про них рассказывать потому что там вон видно пульт управления какие-то вип сиденья королевские женщина уселась где-то себя думает сиденья потерты налетался куча про других самолетов рассказано похоже вот онлайн режим флай радара о какая там мадам сидит смотрите это какой-то частные самолеты друзья Hermes 50 года да 20 штук только было пассажирский сколько вмешал людей да и вот написано пассажирский пассажир airplane 78 пассажир максимум в среднем 40 56 пассажира мак 78 максимум это громила приземлялся тоже военный сзади пулемет по бокам пулемет ну а пулеметы что это у нас 38 59 год сэндерланд или сандерланд волну делал во внутрь не пускают цехи это маленький военные тоже военные это старые это прям с нержавейки с какой-то бомбы немного с высоты вам заснять зал сейчас пройдемся по кругу можно пройти истребители очень много военных самолетов основном много они в принципе все пару пассажирских три пассажирских все остальные военные я вам так кто там в авиации разбирается поснимаю ну а вы уже посмотрите кому интересно здесь еще двигатели всякие представлены о какой маленький дэнтаплан размеры их указаны конкорд смотрите какой большой вон стоит в своей красоте весь я тоже военный большой вот этот вот интересно друзья кто любит технику в авиации 0 ну кто кому интересно можете загуглить что здесь есть или еще лучше кто у кого есть возможность приедьте посмотрите так часика два-три сюда планируете точно нельзя конкорд сверху кабина пилота не сильно далеко он летал предспойно предспойно километров мог пролететь но быстро больше двух тысяч километров в час это представлен какой-то исследовательский он летал с этой исследованием интересно м торговой и фирм и л и л и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Механик что-то ремонтирует Прикольно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Толкайте, толкаем Оооо Тут что-то серьезное Аппараты Сженцы нами на борту Эти механики Ремонтируют, восстанавливают Салиби Что это за самолет Подразобрали его Немного ремонтируем Друзья, мы думали Здесь один ангар А здесь ангар Под ангаром Это третий уже Тоже маленьких Куча самолетов Куча маленьких Каких-то малышей Тоже военных Маслецо капает с них 36-38 год Польский, да Польский самолет Их здесь столько Друзья, просто Особенно малышей Вертолета Royal Navy Коралевский Я вам так пробегусь Каждый не мог бы снимать Не хватит Видео О, что интересно Вы знаете, как крыло В три части сложено Их немного реставрируют Это вообще что-то Капсула времени какая-то 40-й год А вот аппарат Какой Это вертолет Ну Большой О, ракетка Серьезная Тоже какие-то Японские Или какое-то Что-то на японском Сбоку Ну Это какой-то Тяжеловес С такими бомбами Куча пушки какие-то Это все, что с морем Было связано Бомбили Морские Части Земли Подводная лодка Маленькая Видео Про нее Описание Сорок четвертого Года Сорок девять метров Счастье Как они им крылья Поскладывали Там вон танк Даже стоит В углу Танк Какая-то Военная машина Тоже за символы Видите Были В те времена Да Старички British European Airways Закрытые они Не посмотреть Не знаем Когда может с утра Были открытые Кто знает Куча всяких Пассажирские Частные были Гляньте Какой Channel Island Какой-то Малых Тоже Какой-то Пассажирский Можно подойти Почитать Мы уже Скоро закрываются Хотим Там дойти Еще До ангарчика Бок В полном Размере Крыло Гляньте Какое Размах Серьезный Солнце Немного Светит Друзья Ну Сорян Тридворник 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 Это уже Отлетавшие Уже Все Не знаю Наверное Когда-то Здесь шел Какие-то Проходят Они Открыты Сейчас Закрыты Шестьдесят Восьмого По Семьдесят Второй Год Летал Девятьсот Тридцать Км В Час Скорость На Четыре Почти С Пилами Тысяч Км Летал Не Дальше О Бритиш Айрвейс Это уже Что-то Посовременнее Да Это уже Посовременнее Сейчас Дойдем Глянем Думаю Где-то Девяностых Годов Уже Сейчас Так Что у нас У Девяносто Шестьдесят Девятого По Девяносто Второй Использовался 2400 Км В среднем Дальность И 870 Км В час До 119 Пассажиров Помещал Ну Это Такое Более Менее Приближенное К Современному Там Еще один Ангар Вроде бы Как Открытно Не знаю Не уверен Последняя Часть Американская Американская Часть Музея Здесь Представлены С Америки Наверное Тогда Тут Бомболетики Посерьезнее Истребитель Да Надо Чапать Униз Куча Истребителей Тоже Современные Старые Все Какой-то Не знаете Что-то У него У него Столько Бомб Он Несет Что-то Столько Скинуто С него Количество Такое Количество Бомб Наверное Не Можно Скинуть Наверное Без проблем С такой Махины Да Это Старый F-15 Это Он Он Висит Да 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 Вот Он Висит F-15 Старый У этого Гляньте Пулемет В другую сторону Даже Разворачивался Можно и крыло Свое Подбить Черстин С кем-то Сидит Показано О Какой Бобкет Бульдозер Американский Тоже Какой-то Военный Американский Самолет Похоже На Британский Но Немного Отличались У этого Тоже Вот Пулемет Сзади Да Он Смотрите Какой The Mom Какой-то Пулемет Пулемет Сзади Тоже Как Можно было С него Куда-то Попасть Здесь Даже Я С улицы Где-то Видел Этот Беспилотник Прицеп Бензовозик Ракетка Там Агавка Уже А вот Двигло Гляньте Какой Вот Беспилотник Один Из Первых А вот Ракета Представлена Советского Союза Что Это За Ракета Все На Русском Написано Регулировка Непонятно Что Это За Ракета Да Советская Сей-2 Советского Союза Ракетка Немца Бомбила Вертолет Юнайтед Сей-2 Сей-2 Я не знаю Я не знаю Что это за Униканский Самолет Нужно найти Про него Где Но она Ароматная О Стеклышка Лоффму Land Rover TF-15 Система Ниже Показана Катапульта Как тут Срабатывает И так дальше Шасси Гляньте У него Два Больших Рядом А Это Тоже Как у него Колеса Низка Гляньте Прям внутри Спрятаны Я не знаю С чего Он взлетал Наверное С какого-то Пулемета Гляньте Как Тигры Я думаю Вот это Меточки Сколько Была Скинута Бомб С него Первого 42-го года Безды Вот этого Черного Красавца Что это За красавец Где найти Где его Описание Гляньте Какие Деятели Просто На них Вытянули Даже Кусочек Здания 11 Сентября 2001 Года Террористический Это Атака Была Террористическая Кусочек Небоскреба Друзья Предатор Беспилотник Не вижу Описание Вот этого Черного Красавца Здесь Описание Тоже Летал Кабина Такая Маленькая Такой У него С Звуковой Какой-то Вот Нашел Описание Его Лохит Какой-то SR71 Blackbird Да Нашел 3530 Км В час Летал Максимальная Скорость Ничего себе На 27 Км Мог Подниматься Но он был В 50 И 68 По 97 Использовался Достаточно Долго Не Уже Все Просто Орамила Два Двигателя На это Их вытянули Получается Полностью Вытянули Я не пойму Где у него В двигателе Вообще Ничего Я не понимаю Что он Нес У него Где-то Ракеты Должны Днем Прятаться Непонятно Что он Где Нес Не видно Тоже Пулеметы Со всех Сторон Гляньте Сидел там Чувак Иду Барил Тоже Размах Крова Трахторец Бомбочки Подвозил По полтонны Тоже В этот Пулемет Везде Продолжение следует Друзья Самолете Все На весь Ангар Где Про него Описание Я так и Не нашел Четвертый Не Это Не он Десятый Что это Такое Би 52 Стратофор Трасс Ты Не нашел Про этот Описание Би 52 Какой-то Да Вот Это Громило Так Вон Там Они Есть 8 Двигателей Да Все Друзья Там Еще Был Один Павильон Чик На Уже Времени Не Хотело Надо С утра Рано Приезжать И Гулять Здесь Спокойно Очень Много Авиации Всякой Представлено Очень Много Старичка Видите Вытягивает Летали На нем Тянут На сервис Класс Старенький Рабочий Это Где-то 50-х 40-х Годов Если Не Старей Леди Лак Рабочий 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 Рабочий